Покорители Олимпа. Данила и Александра второй раз стали победителями конкурса спортивных танцев Кавала Оупен в Греции. Пара заняла первое место в номинации «Молодежь» и четвертая среди взрослых. Конкурсная программа включала в себя европейские и латиноамериканские танцы. Ребята занимаются в коллективе «Мечта» на базе Дома детского творчества номер 3. Своё мастерство они оттачивают под руководством тренера Юлии Галаниной уже не первый год. Каждый какой-то элемент, который мы отрабатываем, он уже поставлен временем. И мы не всё должны контролировать, потому что мы их направляем и обучаем. Мы за них ничего не делаем уже к этому возрасту, когда ты мастер спорта. Серьёзные результаты в больных танцах достигаются за счёт высокой физической подготовки, хорошей гибкости и, разумеется, упорства регулярных тренировок, которые порой длятся с утра до вечера. Даниле сейчас 17 лет, 13 из них он танцует. Молодой человек признаётся, что из-за постоянных тренировок порой забывает поесть. Своим сверстникам не завидует, сидеть дома за компьютером не хочется. Соревнования и тренировки стали образом жизни. Отдохнуть некогда, особенно перед важными конкурсами. Ты туда приезжаешь, светит солнце, там море, и тебе вообще не до танцев, поэтому очень тяжело настроиться. Когда ты стоишь в потной одежде, в зале очень жарко, выглядываешь в окно и там прыгают дети, купаются, тебе, конечно же, это манит очень сильно. Но главное настроиться и понять, что ты приехал сюда не отдыхать, а победить. Да, главное знать, что ты приезжаешь не просто танцевать, ты представляешь Россию, ты представляешь свой клуб, и нужно выложиться по полной. Несколько лет назад, когда Саша жила в Палихе, ей приходилось каждый день ездить в Иваново на тренировки. Особенно сложно было во время учебного года. Домашние задания делала по ночам. Сейчас девушка переехала в областной центр, поступила в колледж культур на хореографическое отделение. У меня каждый день, вот в учебное время, я считаю утром танцы и вечером танцы. Еще вот с недавнего времени хожу в модельную школу, тоже давно хотела, в итоге получилось. Мне это все очень интересно. Не знаю, как я буду успевать, вот когда начнется сентябрь. Вообще не представляю просто, но надеюсь, все получится. Успех в больных танцах в значительной мере зависит от партнера, от того, насколько хорошо они чувствуют друг друга. Данила с Сашей в паре уже пять лет. Их семьи дружат, вместе ездят отдыхать. Судя по завидным достижениям, ребята смогли достичь высокого уровня взаимопонимания. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...